Молитва за Украину, молитва за Россию. Каждый может ее потом себе снять и молиться конкретно, потому что Давид молится, он показывает врагов, называет, кто были, как, причины, а не просто, Господи, помилуй сказать, я уже говорил об этом. Кто будет считать, возьмешься? Монасия? Да, ну и потом это вот просчитать, ну тут крупно, все. Ну, молитвенный такой, чтобы настрой был. Во имя Отца и Сын, и Святого Духа. Аминь. Молитва монастыря, царя Иудейского, когда он содержался в плену в Бавилоне. Господи, Сидержителю Божий, отцев наших, Авраама, Исаака, Иакова и семени их, праведного, сотворивший небо и землю, со всем благолепием их. Связавший море словом повеления Твоего, заключивший бездну и запечатлевший ее страшным и славным именем Твоим, которого все боятся и трепещут от лица силы Твоей Я. Потому что никто не может устоять пред великолепием славы Твоей Я и нестерпим гнев прещения Твоего на грешниках. Но безмерна и неисследима милость обетования Твоего, ибо Ты, Господь, Всевышний, благий, долготерпеливый и многомилостивый, и кающийся о злобах человеческих. Ты, Господи, по множеству Твоей благости обещал покаяние и отпущение согрешившим Тебе, и множеством щедрот Твоих определил покаяние грешникам во спасение. Итак, Ты, Господи, Боже, праведных не положил покаяния праведным Аврааму, Исааку и Иакову, не согрешившим Тебе, но положил покаяние мне, грешнику, потому что я согрешил паче числа песка морска. Многочисленные беззакония мои, Господи, многочисленные беззакония мои, и я недостоин взирать и смотреть на высоту небесную от множества неправд моих. Я согрел многими железными узами, так что не могу поднять головы моей, и нет мне отдохновения, потому что прогневал Тебя и сделал пред Тобою злое. Не исполнил воли Твоей, не сохранил повелений Твоих, поставил мерзости и умножил соблазны. И ныне преклоняю колени сердца моего, умоляю Тебя о благости. Согрешил я, Господи, согрешил, и беззаконие мои я знаю, но прошу, молясь Тебе, отпусти мне, Господи, отпусти мне, и не погуби меня с беззакониями моими, и не осуди меня преисподнюю. Ибо Ты Бог, Бог кающихся, и на мне яви мою всю благость Твою, спаси меня, недостойного по великой милости Твоей, и буду прославлять Тебя во все дни жизни моей, потому что Тебя славят все силы небесные, и Твоя слава во веки веков. Аминь. Отдельно сделал? Так. Теперь вот здесь вот отдельно, отдельно, вот это, что это? Есть такой маленький ролик, называется «52 года в пути». Как я приехал в Латвию, там я обратился, а там еще нет. Кто видел этот ролик? Да. Даже мусульмане смотрят, и говорят, мы плакали, смотрели. Я не мог говорить, я рыдал. Остановлюсь, три слова скажу, а дальше не могу. Опять проплачусь, и дальше начинаю говорить. Где я обратился, и где началась моя новая жизнь. И вот здесь так, насколько это возможно, первая заголовка, это выделено отдельно, с задержкой так просчитать, чтобы довнутри дошло до нас. А еще надо молиться. Молиться о сыне, скажу, молиться о покаянии за грехи украинского народа. Погромче. Господи Божий сил, ныне становлюсь пред лицо Твое, и, как некогда пророк Даниил каялся за грехи избранного народа, каюсь за грехи моего украинского народа. Господи Божий, Божий великий и страшный, Ты бережешь союз свой и привязанность свою с теми, которые Тебя любят и заповеди Твоих хранят. Мы согрешили, мы совершили беззаконие, зло чинили, и, отвергнувшись от Тебя, отдалились от заповедей и повелений Твоих. Мы не слушали слуг Твоих пророков, которые именем Твоим пророчествовали к князьям нашим, царям, королям, гетману, президенту, священникам и епископам, отцам нашим, всему люду украинскому. И не отреклись от идолов и жертвования детей идолам, от чародеев, от гаданий и прорицаний, от взяточничества и козни, от лицемерия и начетничества, от безбожия и неверия, от зависти и неправедности. Да еще и намножили себе богов и учителей согласно собственной распущенности. Весь люд украинский приступил закон Твой, отпав от Тебя и не внимая голосу Твоему, поэтому на нас изливались проклятия, записанные в законе Моисея, слуги Божьего. Насылал Ты, Господи Божий наш, на нас ханов половецких и монгольских ханов, татар и турок, но мы не каялись. Перечисляю помедленнее маленько. Это целая история. И все накопилось в народе. Припомнить, как это было, Тарас Бульба и прочее, что они делали с евреями, как жгли, выжигали. Пишет-то Гоголь, это официально все. В этом надо принести покаяние. И вот нашелся человек с Украины, который прислал это. Тут ни моего слова нет ни одного. Отдавал Ты нас в неволю королю польскому, князьям литовским, царям московским и королям венгерским, хозяевам румынским и кесарям австрийским, большевикам и национал-социалистам немецким. Бил нас голодоморами и Сибирью, разбросав нас по всему миру. Но мы не обращались и не принимали истину Твою. Праведен Ты, Господи, во всех делах Твоих. А сейчас, Господи Божий наш, услышь молитву рабов Своих. И пусть лицо Твое засияет над народом нашим. Сошли ему с небес Духа покаяние. Дай ему видеть свои грехи и отвергнуть их. Дай ему слезы покаяния и омой его от грехов. И злей ласку Твою на нас, не ради нашей праведности, а ради милосердия Твоего. Пречистая Дева Мария, Мать и Царица нашего народа, покрой нас своим покровом. И моли Господа, чтобы, умилосердившись над народом нашим, дал ему сердце послушное, слово его. Аминь. Интересно, вот он сейчас сказал. Это по интернету разошлось. Теперь про русский на русском народе. Я хочу сказать. Перечисляется все, сколько это все наказание было. Подруйся были, литовцы были. Излей ласку свою. По-украински. Будь ласковым. Будь ласковым, будь добрым. Будь милостивым. Будь милостивым. Теперь внимательно. Русскому народу такая же молитва. Вот у нас молитва составлена, видите как. Ее уже распространили по всему миру. Молятся люди. А вот сейчас послушайте, о чем нам надо каяться. Нам, сидящим здесь. Это принять надо прямо внутрь себя и страдать. Увидеть, сколько людей от нас пострадало за всю историю. Это писали люди, которые знают, о чем пишут. До глубины сердца проникает. Молитва покаяния за грехи русского народа. Погромче еще. Боже, прости нас, убивающий братский народ. Грехи наши тяжелее фашистов. Ибо они убивали чужие народы. А мы убиваем братский. Вопьет кровь, пролитая от времен оккупации прибалтийских стран и части Польши по сговору с Гитлером. Вопьет кровь финнов, уничтоженных нами на своей земле. Вопьет кровь Грузии и Молдаван в Приднестровье. Радовались мы, когда наши самолеты равнялись землей чеченские города и села. Убивая всех, кто вокруг нас, чтобы их поработить, мы на оккупированных землях оставляем вместо процветания всегда разруху. Мы, народ, который не имеет права существовать на этой планете, без глубинного признания, что в нас живут страсти по власти, в которой мы могли бы наслаждаться унижением своих родных и близких в наших семьях, среди наших соседей, на наших местах работы. Всех, кто с нами согласен, мы навсегда делаем врагами. Мы неисправимые дикари, нападающие и уничтожающие любого, кто имеет больший успех, чем мы. Мы умеем делать виткающихся, но никогда ни в чем не раскаиваемся так, чтобы могли исправиться. Но зовем к раскаянию всех вокруг себя. Мы злодеи, которые упиваются несчастьем других. Мы безнадежны, потому что сколько нас не наказывает, мы по-прежнему злодействуем против истины. Если языческие японцы смогли после двух ядерных бомб раскаяться, а нам хоть десять скидывай, но искреннего раскаяния так и нет. Нету никакого раскаяния у японцев. Господи, открой глаза начальствующим, священству и мирским, чтобы познали, в чем нужно принести искреннее, со многими слезами раскаяние за прошлое и настоящее. После принятия христианства мы ни дня не жили точно по Твоим заповедям, ибо от нас спрятали живое Слово Твое, Святую Библию. И только через тысячу лет был сделан перевод на русский язык. Но богослужение так и идет на церковнославянском непонятном языке. Прости нас, Господи, Владыка Жизни, Боже наш, что во тьме живем и дела тьмы творим. Мы не принесли всенародного покаяния и загонения, которые устраивали на природных своих старобрядцев и на славных. Прости, Господи, что испортили все таинства в Церкви Твоей, что нет истинного оглашения, крещения, причащения, венчания и так далее. Нет раскаяния за захват чужих земель, за Хавказья, Польшу, Финляндии и других. Нет истинного покаяния за странинские революции и распространения их по всему миру. Прости за миллионы погубленных нами в своей же стране, своих же людей, убивая слой за слоем казачество, дворянство, священство, трудолюбивое крестьянство, благовестников. По справедливости ты наказываешь нас из-за крови убитых в утробе сотен миллионов и десятки миллионов погубленных по лживым доносам. Нет раскаяния за гибель помазанника Божия, царя Николая с его святым семейством. Дыхание жизни нашей, помазанник Господний, пойман в ямы их. Тот, о котором мы говорили, под тенью его будем жить среди народов. Кровь погубленных нами вопиет в небесах. Да коли, владыка святой истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. Святой пророк Иеремия трубит. Проклят тот, кто делает Господне дело, дело Господне делает небрежно. И проклят, кто удерживает меч его от крови. Бессмертные вопли пророка Малахии проклинают именно нас. Со дней отцов наших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. «Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам», — говорит Господь Савовов. Вы скажете, кто нам обратится? Как нам обратиться? Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажете, чем обкрадываем мы тебя? Десятиной и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытаете меня, — говорит Господь Савовов, — не открою ли я для вас отверстий небесных, и не изолью ли на вас благословение до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, — говорит Господь Савовов. «И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землей вожделенными, — говорит Господь Савовов. Итак, для вас, священники, — это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имя моему, — говорит Господь Савовов, — то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. «Ибо устан священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он — вестник Господа Савовова. Прости нас, Господи, то православное священство освящает оружие и благословляет на гибель. Обращайтесь к закону и откровению, если они не говорят, как это слово, то нет в них света. «И воззрел Бог на землю, и вот она расплена, расплена. Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле, и извратили ум свой, и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах. И это о нас. Прости нас, Господи, что мы сделали позорищем для всего мира и пытаемся принудить слушаться нас. Господи, прости, что на нас исполняются страшные слова пророков. Возвестите и разгласите между народами и поднимите знамя, объявите, не открывайте, говорите. Вавилон взят, вилл посрамлен. Выстройтесь в боковой порядок, в боевой порядок вокруг Вавилона. Все натягивающие лук стреляйте в него. «Не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа. И десять врагов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу, и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. Мы во всем этом раскаиваемся за свои тяжкие грехи и за грехи предков наших, уже умерших. Так Феодосий младший, встречая мощи святого Иоанна Златоуста, приносил покаяние за мать свою Евдоксию, гонительницу своего патриарха, как царь Алексей просил прощения за лютость Иоанна Грозного, встречая мощи митрополита Филиппа Колычева, которого тот задушил руками малюты. «Господи, прости нас, что придумали лживые слова экономия, окормление, конфессия, динаминация, оправдывая свою любовь мирскую, торговлю таинствами, симонию». «Дух Святой предупреждает нас, не преклоняйся под чужое ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у светости морю? «Но мы не обращались и не принимали истину Твою. Праведен Ты, Господи, во всех вилах своих. Господи, Боже наш, в прахе и пепле преподай к святым Твоим стопам, помилуй и пощади, Владыка, небо и земли. Господи, соделай наши каменные сердца годными до слышания и исполнения Твоих причистых словес. «Дух Святой, да отвезет наши сердца и уста для искреннего, несожженной совестью покаяния. Помашь наши глаза Твоей мазью, чтобы нам увидеть свои грехи и отвергнуть их. Даруй народу реки слезного покаяния и кровью Твоей, омой нас от тяжких грехов наших. Поступи с нами по Твоему неизлеченному милосердию и долготерпению, садилай сердца послушными слову Твоему. Пошли нам истинно верующих в начальство духовное и всюду. Аминь». «Отрежь это больше. А вот как в Польше будет? С Гитлером сошлись, а давай ты половину берешь, а половину мы Сталин. Это же все было. Финнам что предложили? Отступитесь, дайте нам 30 километров от Ленинграда. А чего ради-то? Вот и война идет. На чужой территории вся война шла. Это никуда не делось, это все здесь. Теперь трудовое крестьянство, это раскулащивание. Черчилль когда спросил Сталина, говорит, а во что обошлось раскулащивание? Он как-то растопырил. На самом деле 12 миллионов погубили. Самых лучших тружеников. Принесено покаяние? Нет. И вот это все, как считаем Мамонасии, так точно и здесь. Господи помилуй, на нас все это есть. Просить надо и у мертвых. Вот гнали старобрядцев. Сколько бы погибло людей-то по всему миру рассеяли. А зарубежная церковь принесла покаяние. Через 330 лет. Ну у них там был Данил этот, старобрядцев, епископ. И все это было принято. А кто писал вот эту русскому народу молитву? А? Кто написал? Да украинец кто. Кто написал? Ну тут все есть писание взятое. Там разницы никакой нет. Кто написал? Ну тут вообще... А можно мне несколько вопросов и комментарий? Скажи, я написала. В некоторые моменты я не согласна. Можно мне не согласна? Ничего не согласна? Помолись по-другому. Не согласна только в том смысле. Не согласна только в том смысле. Если у меня малейшей тени зависти не было, я хочу сказать, что я уже давно являюсь ведущим собраний. Поэтому я не претендую на то, чтобы оставаться всегда здесь. Любой может занять это место. Это первое. Второе. Мне, как ведущему собрания, было сделано замечание неоднократно, что я мало соблюдаю порядок, что допускается нарушение регламента, скажем. Поэтому сегодня я хочу сказать, что регламент будет соблюдаться жестко. И прежде всего нужно поднять руку, не выскакивать, не кричать. Поднял руку, получил слово, говори 3 или 5 минут. Кто желает? У меня вопрос. А при чем здесь молитва монассии? И молитва, потому что не слышит, Игнат Игорьевич. Вопрос как к нему? Да, вообще, в общем, во всем. При чем здесь молитва монассии из Библии? И вот эти составленные, вот эти вот, как кем-то, когда-то, кому-то и чего-то. Давайте тогда и англосаксом составим. Их много, кстати, от Канады, начиная до Англии. По всему земному шару. Потом и индусам составим, и китайцам составим, и японцам, которые покаялись в чем-то. И, конечно же, фашистам, этим немцам, которые так фашистами остались до сих пор. Кто-то сказал, они покаялись. Да где они покаялись-то? Что они? Все, кто придумывает? Зоя к нам, когда приехала из Германии, я ее спросил. Зина? А? Зина. Зина, говорю. Зина, а когда это, там вот, ты была в Германии, ты слышала, чтобы они покаялись там и так далее? Она сразу такая подобралась. Кто так рассказывал у вас тоже, на как все хорошо? Такая подобралась. И так я начала подыскивать слова. Они тайные фашисты все. Что непонятно? Это народ, он что, верующий что ли? Я продолжаю все. Это вопрос у меня. Молитва к монассии в Библии. Это народ еврейский. Он их богоизбранный народ. Господь хотел, чтобы они все были верующими. И у них был храм. Единый Бог там был. Они туда ходили и пытались стать все верующими. Причем здесь русский народ, украинский, английский, Нигерия и так далее, и так далее. Это все народы языческие. Как они могут принести покаяние пред Богом, если они не верующие? Это про нам тогда надо сказать. Вот верующие люди мы. И теперь дальше. В чем мы принесем покаяние? Да за пять минут я все скажу. О чем там говорить-то там? Ну надо каждую строчку разбирать. Я не знаю. Ну заплакать где-то можно. Причем тут весь русский народ? Вы сами-то поймите. Для начала его надо сделать благоизбранным. Ну хотя бы, чтобы веровали, что Бог есть. Вот, пожалуйста, у нас дроботы. Где они? Янафа пошла праздновать Новый год. Где у нас еще люди и так далее? Где? До пол второго стрелялись в такое стрельбище, у нас собаки все попрятались, гавкали, визжали. Сумасшествие самое настоящее. Какой народ-то-то? Куда браться-то? За что взяться-то? Покайся народ. А про Украину и говорить нечего. Они униаты давным-давно отступили. Ну не все же. Много-много там все собрано. Да, есть, конечно, половина того, что там есть, это надо каяться. Как мы будем каяться с вами за то, что сделал Сталин? Я понимаю, при русских царях там они еще были верующие. Ну как-то верующие. Ну Сталин-то вообще был сатанист. Да, Финляндию, Польшу, понятно, он разделял. Вот это вот самое гнусное, что было. Но с другой стороны были и другие гнусности, с других сторон. И тогда про них тоже молитву надо составить, и за них тоже молиться. Надо тогда молитву всего мира составить и туда все внести. И вот это будет справедливо. Почему один русский народ должен тащить все это? Там верующие были. Они веровали, а у нас неверующие. Все. Так, у кого есть ответ? Или еще вопрос? Ну вот прочитали. Вы говорили, что не согласны с этим. Говори, пожалуйста. Я очень согласна со многими. И про аборты, и про то, что язык непонятный. Но здесь есть некоторые моменты, которые я не знаю. Ну вот, например, о том, что там разбомбили всю Чечню. И такие слова, что про Польшу там сейчас найдут. И что мы этому всему радуемся. Радовались. Что мы народу, которые не учатся в Украину. Даже радовались. Многие радуются, что ли? Нет, я воплою. Да, понятно все. Где-то было написано, что и не даем... Где про русский народ? Вот. Среди наших соседей. А, вот. Что мы хотим всех их поработить. Мы на оккупированных землях оставляем разруху. Ну вот, например, если тут упоминалась Чечня. Вот кто-нибудь был в Чечне? Вы были. Я не была. Но у меня есть чеченец, одноклассник, с которым я за одной партой сидела. И у него, я как-то зашла на страничку, и он вот там вот это, Грозный, все. Он националист в Чечне? Да, конечно. Он националист. Но он там не был. Он тут, в Салтайском крае. Просто у него там много картинок, и все. И я как-то заинтересовалась, посмотрела. И я посмотрела, как выглядела Чечня после двух чеченских войн, особенно Грозный. Ни одного целого дома. Ни одного. И что там построили? Это какой-то космос. Вся страна строила эту, отстроила Чечню. Все говорили, сколько мы средств на эту Чечню потратили. Отстроили. Какая там разруха? Ее восстановили медицинские центры. Какие там мечети. Там такое. Там такие аллеи. Ни одного дома разрушенного не осталось. Возьмите Польшу. В Варшаву. Кто знает, вот Варшаву не возят ни экскурсий, ни туристов. Всех в Прагу, например. Или в Краков. Я когда ездила. Почему в Варшаву нет? Мне экскурсовод говорит, а там смотреть нечего. Там же все, новострой. Там не было ни одного целого дома после этих ковровых бомбардировок. И Варшаву Советский Союз отстроил заново. Нет, не было никаких ковровых. Ну, не ковровых. Может быть, не ковровых. В Варшаве было все разрушено. В Варстане было там просто. Ну, дай говорить. Человеку дали слово. Ну, я могу ошибиться, Игорь. Ты лучше знаешь историю. Ну, просто как мне объясняли. Там нет никаких древних каких-то там королевских замков, как, например, там в Кракове. Там нет ничего старых церквей, что можно построить. Там все новострой. Там Сталин отстроил. Такую конфетку сделал из этой Варшавы. Включая вот эту знаменитую сталинскую высотку, как здание МГУ у нас в Москве. Точно такое же подарили Варшаве. Отстроили. Какая там разруха. Столько было вливаний в эту Польшу после войны. Хотя она не принадлежала уже нам. Ну, как бы войска-то там стояли. Но не разруху там сделали, не выкачку делали, а наоборот закачку всего вот этого. Дружественная страна. Как называется? Советский лагерь там в Европе. Они там из дружественных стран открыли. Совет экономического сотрудника. Варшавский договор. Варшавский. Столько было вливаний. Я вот с этой строчкой, что мы после своего вторжения оставляем только разруху, но не только. Я не знаю, где разруху мы оставили. То есть я вот с несколькими строчками не согласна. Я вот не могу вот, если буду молиться, я буду убирать вот это. Я с этим не согласна. А там то, что касается, вот я перечислила. Да и аминь. Да и аминь. Так, регламент кончился. Все. Так что некоторые моменты тут, мне кажется, человек историю не знает или что. Ну вообще никак. Так, еще. Комментарии. Отвечайте. Если говорится о каком-то народе, там Чечня и другое, вы почему берете сегодняшний день? Считайте казаки Льва Николаевича Толстого. Вот они собираются. У них ни пушек, ничего нет. Когда Шамиль был. В дребезги все разнесли. Все сожгли. Внука убили. Они сидят. О, Аллах, а зачем эти люди живут? Это пишет он казакем. Сам там был. Зачем это нужно было? Хватали все. Где порт Артур? Посмотри. Захвачено. Где Аляска? Все гребли под себя, наконец, лопнуло, шрево, все рассеялось. Она про это и говорит. Приносить покаяние за прародителей. Ты один раз прочитала уже, а нет? После нас там еще кроме разрухи не было. Все сравняли с землей. А теперь, когда пришло время, благодарение Богу, что сейчас там... Я несколько раз в Чечне был. Но ведь начало-то идет не отсюда, а когда они жили самостоятельно. Это другая вера. Сколько людей погубили? Надо внимательно посмотреть, о чем говорится. Вот делают сейчас сравнение. Нюрненский процесс был. Кого судили? Почему Генрин говорил? Вы судите нас только потому, что вы победители. Но что вы-то делали здесь-то? Почему не говорите-то? Просто в Финлянде отодвиньтесь на над. Линия Маннергейма это... Сколько убили людей? Это же... Там один, от которого стрелял... Он чемпион по этому. Каждый день пять советских убивал. Вин, Фин. Потому что они пришли туда. Речь идет об этом. Коммунисты в ГУЛАГе сколько побудили? Сегодня только корабли показывают. 66 миллионов для себя. Доносительство друг на друга. Сейчас только я не знаю, сколько томов вышло. Ну, поэтому... В Алтайском крае. Вот такие книги. Реабилитированные, реабилитированные. Колхозник, кто там председатель. Подряд все резали и резали. Почему? Поступил заказ. Сколько кусков мыла поступить? Хрущеву сказали только 15 тысяч там. Он говорит, мы это неделю выполнили. Добавки еще, чтобы нам дать. Сколько, чего, сегодня никто не знает. Речь идет под 110 миллионов. Внутри себя. Ни университетского процесса не было. Кто в Авилову других расстреляли? Они перед персональной пенсией получали. Тут все взято. Покаяние. Ничего нельзя вернуть. Но покаяние принести можно. Уже противиться. Разве можно противиться покаянию? Все. Давайте мы, наверное, еще раз внимательно сами, каждый, прочитает молитву. А потом мы уже будем комментировать. Игнат Ильич, правильно? Потому что речь идет не только о 7-минутной ситуации, но и простираясь в прошедшее. Можно последний комментарий? Про чеченцев Игнат Ильич так эмоционально говорил. Англосаксы полностью захватили умы чеченцев. Это 1827 год, по-моему, первые нукеры туда были засланы. И они их снабжали оружием, деньгами. И конкретно у них были офицеры. Занимались подготовкой отрядов боевых для того. И они проникали на территорию... Ой, на черный терек там. Помните песню эту? Это же все про этих самых чеченцев. Они проникали на территорию России. И полностью селение вырезали мужиков. Бабу гоняли в рабство. И этим же англосаксам, подонкам, через Турцию продавали наших людей. И что это? Кто-то будет на это смотреть? Это я так просто, к слову. С чего все началось-то? Вот русские сидели-сидели, решили захватить Чечню. И так все пошли, стали пингвинчиками. Не знаете историю? Учите. Все. И сейчас такая же необходимость. То же самое, тоже рубаловка. Не будет просто страны и все. А каяться надо, каяться верующим нам надо. То, что Сталин высерил всех. Это было опосля. Ну, опосля. Ну, было же. Было. Было. Действительно. Так что нужно брать не один факт в истории, а все подряд. Я там вначале, Виктор Андреевич, говорил, что я половину прям сразу принимаю целиком. Я не сказал, какую. То, что про Сталина. Еще раз предлагаю. Комментарии сделаем после того, как каждый из нас прочитает внимательно, вникнет в историю сегодняшнюю и прошедшую. Ну, ладно, делайте. Еще сказали. Смотрите. Когда прочитали Украину, сколько никто не сказал. Украинцы за каждую строчку сопряются. А сами заразили тем, что у нас крещения нету, ничего там все оттуда идет. Здесь конкретно сказать. Что было сделано коммунистами? Везде, в каждую страну гнали и гнали туда продукты, все лишь бы были. Ну, что? Ну, нашли там какая-то Гватемала. Едет архиепископ, с ним две монахини. А эти тоже на их стороне, советские. Вы Бога верите? Бога обоих тут расстреляли без суда и следствия. Девушки, незамужние, расстреляли. Где государство принесло покаяние? Где? Ничего этого нету. А покаяние? И говорит, что монахицы, которыми считаем, он наполнил Иерусалим от края до края крови. Они не боялись говорить. Давид говорит, чистого места нет во мне. А мы как? Только не трожьте меня. Это страшное состояние. Ничего мы не меняем. Мы ничего не сделаем. Говорим о том, что нет покаяния в этом. Покаяние от начала до конца. Помянуть только одно слово сказать. А мы оставляли там. Что оставляли, когда сегодня? А другие хуже нас еще есть. Разве перед Богом говорят, он хуже, чем я. Головой в землю, говорит, рогами туда. Виновны, Господи, и здесь мы виновны. И здесь насадили и в Польше, и в Венгрии, и в Румынии. Коммунистический режим где был? А который до этого другие были в мирное время под корень всего? Где покаяние? Речь идет не о двух тысячах. Или даже покаяние. Вот правильно сказал, сначала в Нике внимательно посчитай, посмотри, где мы, русские, где они не были. Еще раз говорю, Порт-Артур, посмотри где. Посмотри. И тогда скажи, как это может быть. Польша, это была одна из провинций Российской империи. В Финляндии это тоже. Это все за... Но никому мешали эти люди-то. Нет под себя, под Гребля, наконец, Ленин пришел и сказал, первый день дал свободу. Еще оправдывать будем. Но за этим это стоит. Сколько трупов-то там, сколько было попорченных жизней. Господи, прости. Только к одному, на колени. Помилуй нас. Это все на нас висит. Покаяния-то нету. Противимся этому. Таким и есть. Еще мне думается, что если мы видим в этой молитве за то, что нам нужно каяться, все-таки есть эти факты, да? Мы не должны говорить о том, что а вот кто первый начал, как ребята говорят между собой. А они первые начали. Давайте мы будем все-таки каяться в том, что мы сделали сами. А кто сделал против нас плохо, ну, мы же должны молиться о врагах наших. Так что, чего уж нам тогда... Это не подход. Это не подход. Не получится ничего. Все получится. Так. Еще. Ну, я покаялся. Все, вот я покаялся. Еще пару слов только. Смотрите. Папа Римский принес покаяние, что сотрудничал с Гитлером. За то, что гнали евреев, этот холокост. У русских-то не было. Что было тогда? Ну, и царь Николай узнал. В Одессе такое-то разгромили столько-то еврейских и сколько. Ну, пишет Гоголь об этом. Живем жарили их. Почему нет покаяния перед этим народом Божьим? Так они как... А они это за себя ответят. Речь идет о нас. Покаяния-то в этом нету. Салья бы сказал, еще одного еврея троните, будете висеть на осине. Никогда не сказал. А ведь ты сказал, вот вы сейчас гоните евреев, не дай бог быть революцией. Евреи все окажутся во главе. Все так случилось. А теперь, даже казнили брата Леона Александра-то. И состоялось покушение-то. Дожды казнить не было. А он теперь стоит другим путем и под корень все. Ну, мы можем маленько сейчас шерму-то с себя сбросить. Могли по-другому сделать. Мать ходатайствовала. Он это еще такой студент был. Мы пойдем другим путем. Вот и все. Даже сейчас у нас мы ни за что. Покаяние, и то оно вызывает какое-то трение. Мы должны далеко взять. В России что было? Откуда было? Почему все захватывали? Уже конца нету, сколько захватили. Одна шестая часть суши. Подобились наконец. Лопнуло и все разлетелось. Ну, как все. Ну, что будем завершать? Много чего осталось. Так. Значит, завершаем. Далее занятия будут? Занятия будут. Кто останется, я откуда знаю. Все по людям. Ну, как обычно тогда. Как сейчас у вас зайдут? Застойно есть, а кого истину, Блажите Тя, Богородицу, Пресно блаженную и пренепорочную, И Матерь Бога нашего, Честнейшую Херувим, И славнейшую без сравнения Серафим, Безыстрения Бога Слова родшую, Сущую, Богородицу Тя величаем. Господи, защити Родину нашу От нашествия иноплеменников, От нутоних, Распорий, От беззаконий, которые встали, Не останови делающих зло. Просвети правителей страны нашей, Чтобы вы принимали мудрые законы И всех начальствующих так же просвети и защити. Людей, не познавших Тебя, Обрати к истине, Что божественная любовь Твоя коснулась каждого сердца. Священники, которые не служат Тебе, как должно, Пусть покажутся в небрежении Своем И проповедуют смело и инославным об Иисусе Христе. Господи, праведно суды Твои над России За то, что оставили Тебя И Слово Твое, изреченное в Святой Библии. Прости нас, Господи, Владыка жизни, Что сокрыли имя Твое, Бога Иегова, Дух Святой, да наставит нас Не признавать никаких иных богов вопия, А воочию. Господи, научи нас семикратно в день Прославлять Тебя за суды правды Твоей. Тебя хвала, слава, честь и поклонение Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Милостивый Господи, прими нашу молитву, Воздиание рук, как жертву вечернюю, Благоухание приятное перед престолом благодатель Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, Молящих Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам, Любящий наш Отец Небесный. Ради голговских страданий, пролитой крови, Сына Твоего Единородного Иисуса Христа, За нас грешных. Прими и исполни наши молитвы О всех заповедавших нам молиться о них, И о незаповедавших. Отверзай им двери покаяния. Тебе хвала, тебе слава, тебе счастье и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, Слушают и дослышат рабы Твои голос Твой. Аминь. Во славу Божию. Красиво, Христос.